Всем большой привет! Меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой АСМР-канал. Сегодня будет непривычное видео для моего канала. Очень давно таких видео не было. Сегодня мы с вами просто поболтаем, как в старые добрые времена. И я думаю, что вы заметили небольшие изменения в фоне. Да, я переехала. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже в курсе. Если вы не подписаны, то подписывайтесь там. Я появляюсь почаще. Ну да, для Алдов-канала это место, возможно, показалось знакомым, потому что это моя комната. Я переехала назад в квартиру моей мамы. Это непростое решение, о котором, конечно, я долго думала. И это не какое-то окончательное решение, так скажем. Это ступенька на пути к определенной цели, о которой я пока говорить вам не буду. Но вы об этом всем узнаете чуть позже. Совсем немножко позже. Переезд, конечно, натолкнул меня на много мыслей, как будто бы переезд необходим всем людям периодически. А лучше примерно с периодичностью раз в год. Потому что за этот переезд я еще раз убедилась в том, сколько вещей наживается, накапливается. И на самом деле, сколько вещей не нужно хранить. Сколько вещей нужно пускать в ходы. Продавать, отдавать, выкидывать. Но это всегда дается очень нелегко. Но, тем не менее, опыт показывает, что... Когда ты откладываешь вещь на дальнюю полку под предлогом, что оно может пригодиться, оно и пригодится. Сбор вещей, конечно, был долгим, сложным. Потому что это не просто собрать вещи, это как раз таки все перебрать. И еще много тонкостей и деталей. И в том числе поэтому я отсутствовала на канале вот три недели. Довольно долго. Еще я понимаю, что у меня на канале сейчас очень много новой аудитории. Моя работа летом, мои ролики, которые выходили, были довольно успешными проектами. Которые как раз таки познакомили вас со мной. Очень большую и широкую аудиторию, я бы сказала. Чего стоит только история АСМР. Я долго и кропотливо работала над этим видео. И я очень рада, что оно зашло. Я, честно сказать, другого не ожидала. Но, знаете, интернет немножко любит поиграть с моими нервами. И иногда удивляет. И не совсем оправдывает ожидания. Поэтому я рада, что все случилось точно так, как я ожидала. И сейчас происходит... Нет, не сейчас. За последний год произошли какие-то кардинальные изменения. Даже находясь сейчас в той же комнате. Я являюсь сейчас совершенно другим человеком. С абсолютно другим опытом, другим взглядом на многие вещи. Много чего поменялось. Да, если вы со мной не знакомы, то, я думаю, самое время познакомиться. Потому что нас с вами ждет в дальнейшем очень много интересных роликов вместе. Чувствую себя президентом, который обращается к гражданам своей страны. И, кстати, да, вот как вам мой фон. Да, он немножко сумасшедший. Моя мама сказала, что это странно. Ну, наверное, получается справа от меня карта мира. И, кстати, хочу сказать, что мне очень не хватало как будто бы карты мира. Мне очень интересно ее рассматривать. Потому что у меня проблемы с географией. Без шуток. У меня реально проблемы с географией. И у меня фотографическая память. То есть я больше, лучше запоминаю какие-то визуальные образы. И поэтому рассматривать карту, мне кажется, мне будет на пульсу. Ну, если от меня какая-то анатомическая фигня с Фаутберес. Но мне нравится. Не знаю, понравится ли вам, но мне нравится. Да. Что касается моего канала. Нас скоро уже будет 200 тысяч. Там осталось 1300 человек. И как раз там через пару месяцев у нас будет 2 года канала. Я очень рада. Я очень рада, что... Понимаете, я рада. И одновременно я абсолютно не ощущаю этого. Я не верю в то, что это действительно моя жизнь. И то, что это сейчас большая и неотъемлемая часть моей жизни. Потому что как будто бы это всегда было большой и неотъемлемой частью моей жизни. Но только в моих мыслях. То есть я постоянно что-то придумывала, что-то такое даже и делала. Но это было не... Ну, не реальными какими-то результатами. Это было просто на уровне мыслей и действий в полку. Понимаете, о чём я? В общем, я очень рада, что я сейчас живу действительно свою жизнь. Никем не навязанную и выбранную именно мной. И это очень дорогого стоит. Я вам очень благодарна, что вы смотрите и подписаны. И ставите свои прекрасные лайки и комментарии. Вот. Ещё я очень долго целилась снять видео о том, что у меня новая камера. И по моим последним многим роликам вы могли это заметить. Но, тем не менее, да, сейчас я в том числе снимаю видео на мою новую камеру. И я хочу поблагодарить Тараса за это. И не только за это. Да, потому что Тарас сделал огромный вклад денежный, материальный в мой канал. Я даже не представляю... Я даже... Я не верю. Я не верю, что такое действительно может быть, что... Ну, то есть за эти два года, что я веду канал, вы не перестаёте меня удивлять. Я... В моменты, когда я перестаю верить в людей, я натыкаюсь на ваши комментарии, на вашу помощь, на вашу поддержку. И я понимаю, что добрые люди есть. Что есть люди, которые могут просто безвозмездно помогать другим людям, поддерживать их. И... О! Это просто прекрасно. Я вам бессмерно, бессмерно благодарна. Вообще, это должно было быть рядовое видео, но я действительно чувствую какую-то ответственность, как будто бы я записываю какое-то официальное обращение. Гораздо проще рассказывать про какую-нибудь китайскую технику, чем... Говорить с вами по душам вот так. И оставлять это не просто стримом, да, а... А действительно записывать видео. В общем, я правда вам бессмертно благодарна. Это... О! Я вам очень благодарна. Я не могу вам передать всю благодарность, которую я испытываю. Потому что вы исполняете мою мечту. Вы... Делаете... Мою жизнь моей мечтой. Вы осуществляете... То... А... Вы осуществляете мое предназначение, как бы это ни было. Это действительно так. Наверное, если бы я жила... Не в это время, не в этом веке, это было бы невозможно. При том, что я... Ну, там, родилась с довольно низким стартом в этой жизни. У меня никогда не было... Больших каких-то возможностей, привилегий и прочего. И вы делаете... Ну, что-то невероятное. Спасибо вам большое. Огромное. Огромное вам спасибо. Я... Правда, я не идеальный блогер с расписанием. Я не выкладываю видео там пять раз в неделю. Ну, что уж там. Я даже не выкладываю... Там... Иногда даже не пять видео в месяц. Ну, в общем, я не то, чтобы... Очень не работоспособный человек. У меня какой-то свой ритм. Я почему-то не могу делать слишком часто. Мне проще делать реже, но... Идейнее. Понимаете, о чем я? По-хорошему профессионализм заключается в том, чтобы совмещать... Качественность и регулярность. Но я учусь. Я работаю сейчас для вас и учусь одновременно. На своих же ошибках, на своем опыте. И надеюсь, что когда-нибудь я научусь. В общем, приходите на мои стримы. Там я с вами чаще общаюсь, конечно. Вот у нас всегда там не очень много человек, но у нас всегда прекрасная атмосфера, добрая и чудесная. Вот. И еще раз спасибо большое за материальную поддержку Тарасу. За камеру. И просто за поддержку у меня. То, что я могу существовать и посвящать свое время своему каналу. Вы знаете, что сейчас YouTube переживает не самые простые времена. А я живу в России. И, естественно, нет монетизации. Нет огромного количества рекламодателей, которые могли бы быть. И прочее, 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 прочее. Но я знаю, я верю в то, что... Всегда есть шансы. Всегда есть... Возможность. Главное хотеть. Главное желание. Спасибо. Спасибо огромное. Еще хотелось бы поделиться с вами очень... Очень хорошей новостью. Я делилась с вами ей только на стриме, но, опять же, я понимаю, что стримы смотрит очень небольшое количество человек. Сейчас я являюсь частью команды Вайлджем. Скорее всего, вам ничего это не говорит. Ни о чем. Но для меня это очень много значит. Вайлджем это рекламное агентство, которые предложили сотрудничество. И, естественно, я согласилась. Первоначально я не до конца даже поверила в это. Но это оказалось правдой. И сейчас мы с ними сотрудничаем. Пока я... Ну, пока еще нет конкретных каких-то результатов от этого сотрудничества. Но я верю в то, что это зависит только от меня. И это только вдохновляет меня трудиться и трудиться эффективнее. И доказать, что выбрали меня не просто так. Еще раз, для тех, кто не понимает, что это значит. Потому что для меня так тоже это не совсем было понятно. Еще летом, когда я, например, делала историю ASMR-видео, я задумывалась о том, что как будто бы мне не хватает продюсера, мне не хватает менеджера, человека, который разбирается в расценках на рекламу, который понимает, имеет какие-то связи с рекламодателями. Мне не хватало именно этого. Мне не хватало коллег. Мне не хватало какого-то творческого объединения. Мне не хватало какой-то поддержки. Того, что я не одна, что я делаю это не в пустоту, а что действительно я какая-то единица в какой-то системе. Понимаете? И как будто бы космос, вселенная слышит мои сигналы. И ко мне пришли в Элджем. Сами постучались. Я буквально сейчас... Ну, я понимаю, что это, наверное, для кого-то, может быть, звучит странно и не то чтобы как-то привилегировано. Но для меня это был такой шоковый... Я визжала просто моё сердцепение. Я улетела в стратосферу, потому что я была в одном чате. Я нахожусь в одном чате с такими крупнейшими блогерами, просто легендами Ютуба. Я была добавлена в этот чат. И там... Ну, там очень много имён, которые вы знаете. Я просто листала, офигевала. И такая... Вижу там, допустим, Николай. И без аватарки. Я такая думаю, ха-ха, Николай Соболев, что ли, открываю. А это реально Николай Соболев? В общем, это очень странно. Но это так круто. Я не верю в эту реальность. То есть... Ну... То есть я понимаю, что я прямо сейчас могу взять телефон и типа написать напрямую какому-нибудь кабару. Я понимаю, что это звучит странно, но... Вы тоже меня поймите. Я девочка. Я ещё пока очень маленькая девочка. Из очень маленького села. Которая на самом деле, как мне кажется, добилась неплохих результатов за такой короткий промежуток времени. И для меня это просто очуметь. Следующий уровень — это просто пойти на какое-нибудь мероприятие и встретить там Катю Клэп. А тогда я просто... Для меня люди в интернете — это люди в интернете. Мне сложно понимать, что сейчас я и сама являюсь этим публичным человеком в интернете. Я уже нахожусь по другую сторону. Компьютеры. Короче, очень-очень странно. Я не верю пока в это всё. Но я очень рада этому. И... Стараюсь придумывать для вас новые интересные форматы. И я очень надеюсь, что совсем скоро я буду вас удивлять чем-нибудь интересненьким. Вот. Не буду загадывать. Буду просто продолжать работать и стараться, чтобы котелочек варил. Руки делали. И... И я не боялась... Не боялась покорять какие-то новые вершины. И я очень ещё раз благодарю, что вы со мной на моём вот таком вот необычном пути. Также я хочу с вами обсудить такой пункт, как реклама на моём канале. Я видела комментарии о том, что рекламы стало много. И о том, что каждое там видео рекламное ещё что-то. И вот я вам хочу сказать, что на самом деле я практически не срабатываю с рекламы. То есть реклама не является моим каким-то источником дохода. И те рекламные видео, которые вы видите, как правило, они по партеру. И я не получаю по факту ничего с этих видео. Хочу объяснить, почему я брала что-то по партеру, да. Почему я снимала рекламные видео. Я вам скажу честно, даже не столько потому, что мне нужны были какие-то товары, сколько потому, что мне интересно снимать рекламу. Мне интересно справляться с какими-то задачами, которые я не сама себе ставлю. Наверное, в данный момент я немного с этим наигралась. Сейчас я уже как будто бы не хочу работать так по партеру. А сейчас как будто бы больше я хочу углубиться в создание контента, в отрабатывание моих бесчисленное количество идей, которые хранятся у меня в заметках. Это сейчас вдохновляет меня больше. Но до этого я брала рекламу именно с целью нарабатывания навыка съёмки рекламы. Мне было это интересно. Сейчас уже нет. Но я надеюсь, что вы всё прекрасно понимаете. И понимаете, что это всё... Ну, это всё естественно сейчас. Сложно представить блогера, который не делает рекламу. Другой момент, что я как будто бы не очень успеваю делать и рекламу, и какой-то другой контент. Поэтому в данный момент я пока освободилась от любых рекламных предложений. И сейчас я направлена на то, чтобы снимать для вас ролики. Ещё немаловажный аспект. Это то, что у меня начинается учёба в ноябре. Вкратце расскажу. Я сейчас учусь заочно. И у меня сессия раз в год. Там 50 дней вроде что-то такое. И поэтому это может сказаться на роликах. Но я постараюсь, чтобы ролики выходили почаще. Ну, хотя бы там раз в неделю. Вот, может быть, даже ещё чаще посмотрим. Дело в том, что учёба сейчас достаточно выматывающая. В том числе у меня было роликов, потому что я закрывала долги там за первый курс. Потому что я перевелась в этот университет, и мне там на хвостов налепили. Вот. Это всё, естественно, меня вымораживает. И безумно бесит. Потому что я... Я не заслужила эти долги. Я пахала, как папа Карла. И... Закрывать какие-то глупые, вообще ненужные мне предметы это было... И всё ещё остаётся моей насущной такой болью. Я очень не люблю, когда мои силы уходят на что-то неэффективное, на что-то мне ненужное, как бы. На что-то тупое и бессмысленное. Вот я прям ненавижу. Я, может быть, достаточно ленивый человек, но если я встаю и делаю, я, ну, предпочитаю делать что-то максимально эффективное и дающее какой-то результат. А вот эти вот пустые какие-то задачи... Меня они очень вымораживают. Но это, к сожалению, часть жизни, которую надо, естественно, в собой всё-таки перетерпеть и сделать. Поэтому сейчас я вот активно закрываю всякие долги, хожу и учусь. Вот сейчас буду ещё учиться. Да, если вдруг вкратце, да, я понимаю, что многие меня не знают. Я учусь сейчас на ландшафтного архитектора. До этого училась просто на архитектора. В общем, моя жизнь учебная, она абсолютно никак как-то не коррелируется с тем, что я делаю по жизни. Но как-то так это тоже часть моей жизни сейчас. Что ещё является частью моей жизни? Я посмотрела Игру Престолов. Да, в 2024 году я впервые посмотрела Игру Престолов. И мне понравился сериал. Я бы поставила ему довольно высокую оценку. И я бы его рекомендовала. Единственное, там третий сезон довольно затяжный. Но его надо перетерпеть. Там к концу только такой интересная уже развязка, когда ты уже прикипел к героям. И меня безумно вдохновило это. Я посмотрела после того, как закончился сезон. Там ещё есть отдельная серия, как фильм о фильме. Я не досмотрела, но посмотрела там добрую половину. И это такой масштаб. И вот эти все костюмы, раскатровки, какие-то детали. Кино, это удивительно. Кино, сериалы, вся вот такая вот индустрия. Для меня это что-то такое приятное, что ли. Мне было так приятно смотреть. И там были люди, которых что-то спрашивали. Которые работали над таким крутым проектом. Это же реально очень-очень крутой проект. И одна женщина сказала там, что вот, когда её наняли, она не могла поверить вообще в то, что она справится с этим всем. И, ну, что она действительно достойна этого. И она сказала такую фразу, что... Она сказала, что она себе говорила, когда её наняли, что... И когда, в моменты, когда она не справлялась, она себе говорила фразу, что тебя наняли, чтобы ты справлялась. И это то, что мне необходимо было услышать. Потому что... Сейчас я понимаю, что на мне есть некоторая ответственность. В том числе из договора с Велджем. В том числе, потому что вы подписаны на мой канал. Вы выбрали меня в свои подписки. Я знаю, что для вас это не так много значит, я думаю, но... Я... Вы выбрали меня смотреть. И, значит, я должна соответствовать. Я должна соответствовать вашему выбору. Я должна стараться для вас. Я хочу стараться для вас. Я хочу стараться и делать... Прыгать выше головы каждый раз. Или хотя бы через раз. Или хотя бы иногда. В общем, любой тезис, любой пункт из моего списка, который я хотела обсудить, заканчивается благодарностью. Но это на самом деле правда так. Я правда очень благодарна. И ещё я не могу перестать вообще благодарить подписчиков. У меня какое-то нереальное комьюнити забралось на канале. И... Я хочу ещё отдельно поблагодарить Ивана Иванова. Те, кто тоже давно следит за моим каналом. Те тоже прекрасно знают о вкладе Ивана в мой канал. И... После какого-то стрима Иван предложил мне сделать подарок. И сделал мне подарок. И я хочу вам показать и поблагодарить Ваню. Иван подарил мне тухи из моего виш-листа. И я заказала эти тухи с рандеву. И воспользовалась своим же промокодом для скидки. И это так странно и так круто, что у меня есть какой-то собственный промокод, который даёт мне же скидки на сайте, на котором я, собственно, и закупаюсь. Это тухи Макс Филлиппу Черри. Скажем так, это тухи, которые являются неким таким хорошим аналогом Томфорта. Волст Черри. Мне безумно нравится, как пахнет вишня. Я готова купаться в вишне. И это моя первая бутылочка, баночка. Мой первый флакон духов. У меня до этого никогда не было духов. Ну, не считая детства и духов. Сейвен. За 700 рублей. Ну, в общем. Спасибо. Спасибо большое. Буду теперь тушиться. На себя хоть прескнула. Ну, и, пожалуй, на этом всё. Пожалуй, на этом всё. Я знаю, что это видео, вероятнее всего, не зайдёт на моём канале. Вы вообще не любите от меня какие-то болталки, когда я говорю о себе. Это нормально. Я думаю, что тем, кому нужно было это видео, те, кто его и посмотрели, и я хочу вам сказать спасибо за просмотр. Приходите на мои стримы. Я постараюсь постримить на этой неделе в субботу. Я думаю, что в субботу. Сейчас я снимаю видео, сейчас уже пятница. То есть завтра. Не уверена, что это видео выйдет. Завтра. Или сегодня. Но посмотрим, не знаю. Но постараюсь стримить по субботам. Может быть, даже по средам. Это немного сложнее, так как сейчас я нахожусь, скажем так, не совсем в субботном для себя пространстве. Ставьте свои прекрасные пальцы вверх, не забывайте. Пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, на все мои другие соцсети. И я вас люблю. Целую, обнимаю. И всем пока-пока. Еще я в телеграм-канале просила вас задавать какие-то вопросы, какие-то темы, которые вам интересны для обсуждения. И я хочу почитать, что вы написали в моем телеграм-канале. Я, конечно, что-то видела уже, но я забыла. Потому что я вообще забыла об этой рубрике. Я хотела уже завершать видео. Какой рецепт бутерброда идеальнее всего? Это меня спросила моя подружка. Ну, я думаю, что это поджаренный хлебушек. Какой-нибудь соус. Какой-нибудь лист салата. Какая-нибудь ветчина, может быть, сыр. Помидорка. И все это должно быть заправлено любовью. Я обожаю бутерброды. Наверное, это та-яда, которая готова обитаться вечно. Еще меня спросили про какие-то истории с детства. Я сейчас вам, наверное, не отвечу какую-то гениальную историю. У меня есть какие-то истории, с которыми я делилась с вами на стримах. Но они дурацкие. Не очень интересные. Вот. Я, может быть, вспомню и как-нибудь с вами поделюсь этими историями, запишу для вас видео. Также меня спросили, был ли у меня другой АСМР-канал. Да, у меня был другой АСМР-канал. Я об этом неоднократно говорила. И когда-нибудь, когда-нибудь я сниму, наверное, видео с обзором моих старых видео детских. Но это будет позже. Ставьте много лайков. Если это видео соберет много просмотров, много лайков и много комментариев, и вы реально захотите посмотреть мои какие-то первые АСМР-видео, или не только АСМР-видео, у меня есть еще второй канал с не АСМР-контентом, то пишите об этом в комментариях. По спросу я пойму, нужно ли такое предложение. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. И всем пока-пока.